всем добрый вечер у вас наверно утро будет у нас время сейчас даже не вечер у нас время ночь как думаете чем я буду делать у меня все уснули а я начинаю разрезать курицу у меня же другого времени то нет я же все по ночам мне надо разрезать 5 курей и убрать в холодильник чтоб потом не маяться мне не разрезать и не ждать пока они разморозятся ладно приступаем разрезать курицу так как видите не обманывая время ночь вот мы раз два три 4 5 5 курей на разделывать на что приступаем до меня попросили ответить на вопрос из чего сделаны вот эти вот формы ребята это силикон видите и хоть как могу сгибать и они вот хорошо вдавливаются выдавливаются любую формы и когда замораживай вот так вот ставлю друг на дружку две формы стоили они в пределах по моему 200 рублей если я точно найду ссылочку то постараюсь оставить в описании где их заказу на алиэкспресс вот их много их они разные причем формы но нет почему-то понравились именно вот эти вот формы хотя там разные были ладно еще всех убираю и занимаясь курочкой и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше куриные ножки я разделала на две части Одна часть от них и вторая часть И куриные крылышки тоже отдельно Все убираем в морозилку Все убрала в морозилку мясо И хотела сразу ответить на вопрос Настя, ты на 2000 ерунды набрала? Извините пожалуйста, я взяла 5 курей 5 бутылок масла Пакетик сметаны Бутылку кетчупа Да, паштет детям взяла И что? Вафли взяла И что? У меня дети это любят Если вы это не любите, можете не брать Я же вас не заставляю брать То, что мы берем То, что у меня дети предпочитают То я и взяла Да, я взяла коктейль Меня упрекнули за коктейль То, что я взяла Я пару гутков сделала Домой привезла Дети с радостью Весь коктейль выпили Потому что они его любят Многим не понравилось То, что какие я покупки сделала Зачем вот этих вот гусениц Детям купила Извините, пожалуйста Имею право Это мои дети И иногда имею право их побаловать Игрушками По сути, они недорогие эти гусеницы А у детей радости были Как будто они на этих Самый дорогой смартфон получили Сравним с этим, да? Ну, так что вот так вот Ладно У нас время уже поздняя ночь Пошла я спать Всем желаю всего-всего самого хорошего Будьте чуточку добрее И к вам мир потянется Желаю вам всем крепкого здоровья Всем, кто Если засыпает Всем спокойной ночи А остальным всем доброе утро Всем пока Да, ребят Знаете, что забыла? Оленька Именно тебе хочу ответить Когда будем делать вкусные сухари Которые рецепт взяла у подруги Забыла купить роллтон приправу Поэтому завтра поеду в поликлинику Куплю этот еще роллтон по пути И будем обязательно завтра делать Хлеб сегодня я купила для сухариков Так что Скоро-скоро Оленька, я тебе покажу рецепт А то есть в этом видео Точно уже покажу Ну или в следующем Так что ждите Всем доброе утро Мы шагаем в садик Ну на автобус идем Ребятишек в садик поведу Мариночка спереди уже идет А сзади меня Ванюшка идет Ладно, всем желаем хорошего дня Хорошего настроения И всего-всего самого хорошего Всем снова здравствуйте У нас день и я еду в больницу Насчет Поездки в Пермь Узнавать, когда и что мы поедем Погода хорошая Я немножко глазки накрасила И едем Ладно Потом вам все расскажу Что и как мне врач скажет Ой У нас вечер Ну и мы как всегда куда идем В садик Конечно же со Светой мы идем в садик Одна не могу Идти по этому месте идем Фух Там что такое в ящике, посмотри Что-то в ящик засунули опять Газету какую-то Ладно, положим пока в ящик Потом на обратном пути заберем Ладно Идем в садик Ничего, мы сильные Мы справимся Дорога почти растаяла Ладно, потихоньку со Светой Сейчас пойдем Света, что это шнурок такой длинный Заделай его что ли А то он прям по земле Ладно, идем Потихонечку Пришли мы с садика Я сейчас быстро отсниму то, что мы купили И поделягу Потому что голова очень сильно кружится У нас сегодня опять отключили воду Приселаете? А я не в курсе была В интернете вчера не смотрела Потому что я плохо чувствовала Не читала в интернете ничего И сейчас Зашли на автовазу в магазин Купили бутылку большую воды Сколько здесь литров? Негазированная вода А я не знаю, ребят Сколько здесь литров Ну, наверное, литров Пять литров, да Пяти литровую бутылку воды купили Также еще детям По просьбе детей Купила складку воды Лимонад Также купила два батона Так, а что эта бутылка с водой стоит у нас? Вода пять литров В сорок семь рублей Газированная Тридцать три Молоко Три литра Взяла За сто восемь рублей Потом Вот такие вот Зефирки Взяла Детям Они вышли На семьдесят семь рублей И печенюшек Взяла Немножко Вот таких вот А печенек Вышла На сто двадцать четырех рублей В целом Вся моя покупка Вышла На четыреста сорок Детя И детям Сегодня еще дали В садике По две мандаринки Вот такие вот В целом Покупки были Дошла мы В садика Кое-как Сейчас немножко Отлежусь А полегче станет И я вам расскажу Что у меня Поездки Сказали в больнице Все сейчас расскажу Только дайте Немножко отдышаться И Себя прийти У нас вечер Муж затопил печку Сейчас сварят рыжки Я залила тевтели Но мы с мужем Залили тевтели И он сварит Я потому что Плохо себя чувствую Приготовить тевтели В сметанном соусе Сегодня уже Света пошла встречать Катю Катя с танцев едет Маша сегодня Не поехала На танцы Муж сейчас Приготовит кушать Потому что Я себя очень плохо Чувствую Ребята Не хотел я Это показывать То что Вот я-то В таком состоянии Но я себя Очень плохо Чувствую Видео Какие-то Выпускать Чтоб Что-то Хоть Какой-то Заработок Будет И Сегодня Если смогу Если не смогу То завтра Постараюсь Заснять на канал Влог Рукоделия Вышивки Которую На продажу Я пускаю Потому что Нам сейчас Срочно Нужны деньги Поэтому Буду их продавать Если кому-то Будет интересно Обязательно Зайдите на канал Влог Рукоделинцы И посмотрите Сразу Прошу Прощения У тех людей Которые Мне их дарили Что мне приходится Их продавать Но я обещаю Что я в будущем Постараюсь Их Приобрести И потом Вышить их Обязательно Потому что Это Шикарные Наборы Шикарные Картины Некоторые Приходится Вышивки Продавать Даже Которые Детям Дарили Но Потому что Нам сейчас Надо Деньги Поэтому Долго Я не хотела Их продавать Надеялась Мы сможем И потянем Но Все-таки Мне придется Их продать Ребята Жалко Конечно Обидно То что Вот так Вот получается Но что Теперь Поделаешь Ничего Страшно В целом Съездила Я сегодня В детскую Консультацию К Педиатру Она нам Написала Назначила Анализы Сдавать 30 Часа Мы пойдем Сдавать Анализы Там по времени По определенному Запись Как бы идет Анализы Сдать На И второго числа Нам надо Быть В Перми В 7.40 У нас Уже Назначен Прием Вот у меня Сейчас кошка По спине Залезет Нет Спрыгну Думала По спине Сейчас Ко мне Залезет На плечо В 7.40 В Перми На второго числа Уже быть Билеты Я уже Купила Да По поводу Детского билета Половина стоимости Детского билета Стоит Короче Я 1100 С чем-то Заплатила За билеты До Перми Это в одну сторону Только И обратно Так же Будет стоить Обратно Я еще Не брала Обратно Там уже Будем брать Как приеду Сразу утром Постараюсь Взять На обратную Дорогу Билеты На вечер Надеюсь Что все нормально Будет Мне надо Климаться До поездки Чтоб Мне Что бы я себя Хорошо чувствовала По поводу Моих анализов На гормоны Которые я сдавала Все говорили Быстро Быстро Делается Все еще Мой анализ Не пришел Я тебе Недавно Когти Постригала И все равно Вот она Вот я на кухню Пришла И она Ко мне На кухню Пришла На гормоны Все еще Анализ Не пришел Когда придет Неизвестно Сегодня Спрашивала Говорит Неизвестно Но готов Результат Кардиограмма Был Я сегодня Спросила Она сказала У меня Отклонение По сердцу Есть кое-какие Небольшие Назначила Лекарства Но я их еще Не покупала Потому что Пока Нет возможности Купить В следующем Месяце Я обязательно Их куплю И буду И буду И буду По поводу Всего Остального Мы ждем Результаты Анализов На гормоны Пока Никакие Лекарства Не принимаю Вот кроме Тех Что мне Назначали От усталости Но что-то Я вижу Что они Мне нифига Не помогают Ребята И у меня Подозрение Что у меня От них Вот это Вот сейчас Такое Состояние Голова Кружится Сил Нет У меня Бывает Иногда Прилив Сил Знаете Что я Готова За это Время Кучу Дел Переделать А вот Сейчас Какое Состояние Это Вообще Какой-то Ужас Ну что Ты Прям Лезешь Ко Мне Аж Лезет Прям Под руки Чтоб Я ее Гладила Тут Всю Да Киса Ну что Ты Так Что Вот Так В целом У нас Все Хорошо Маша Как Готова Болеться Ехать Вот Сейчас Только Анализы Общие Сдадим И все Маша На поездку Сразу Говорю Деньги Все Отложены Это Обязательно Все Отложено По поводу Себя Пока Не знаю Когда Че Я Где-то В воздухе Вешу И все Поэтому Вот так Вот Да Просили Рассаду Показать Что У меня Вылезли Не вылезли Рассаду Которую Повторно Я садила Пойдемте Посмотрим Вместе С вами Сейчас Сразу Сегодня Я еще Не смотрела Вчера Еще Не было Ничего Сегодня Я еще Не смотрела Вылезла Рассада Или нет Сейчас У меня Вечером Будет Готовить Муж Потому что Я себя Плохо чувствую Сварит Сказал Макарошки Ну вот И мы Тевтели Я достала Залили Сметанным Соусом Ладно Пойдемте Посмотрим Рассаду Пришла К Егору В комнату А Рассада У меня Стоит Вот здесь Нет Ребят Еще Не вылезла Рассада Свежая Которую Я сидела Но тут Приоткрыт Почему-то Контейнер Странно Даже Ну вот Пока Еще Ничего Не вылезло Ждем Очень Сильно Ждем Надеюсь Скоро Вылезет На улице Хорошо Тепло Свет У меня Ушла Катю Встречать Катя Станцев Едет Так что Ждем Когда Повторно У меня Рассада Выйдет Но Подруга Мне звонила Говорит У нее Уже Помидорки Вылезли Вот Так Вот Так Вот Такие вот Дела У меня Ладно На этом Я Видео Завершу Сегодняшнее Потом Постараюсь Если Успею Фотку Сделать Хотя Что Муж Приготовит На ужин Всем Желаю Берегите Своё Здоровье Потому Что Потом Будет Его Уже Не Вернуть Всем Желаю Крепкого Здоровья Всем Желаю Всего Самого Хорошего Всем Говорю Спасибо За Ваше Понимание То Что Продолжаете Смотреть Нас Поддерживаете Я Сейчас Немножко Оклемаюсь И Начну Дальше Влоги Снимать Очень Хочу Быстренько Оклематься Ну Я Всегда На позитиве Я Всегда Буду Улыбаться Всем Желаю Всего Хорошего Я Вас Всех Очень Сильно Люблю Всем Говорю Пока Пока